КАРГАНДИНСКИЙ ХУДОЖНИК КАРГАНДИНСКИЙ ХУДОЖНИК КАРГАНДИНСКИЙ ХУДОЖНИК Кроме Крылова, выпускники художественных училищ, они совершенствовали свое мастерство рядом с такими известными художниками, как Эйферт, Фан Визин, Крупивницкий, Ермолаева, Ивашов Мусатов. Сосновными в Караганду продолжателями традиций русского классического искусства. Многочисленные групповые и индивидуальные поездки по Казахстану, Республикам Средней Азии, городам России расширяли кругозор карагандинцев, насыщали их свежими художественными идеями. В 1968 году на улице Жданово, сегодня это улица Комиссарова, специально для художников было построено здание, где и сейчас располагается организация. С момента создания до настоящего времени это второй по значению и вкладу в изобразительное искусство коллектив страны. В 1964 году в Казахстане проходила декада искусства и литературы Российской Федерации, тогда было очень интересно такое явление, обменивались республики вот такими культурными какими-то акциями. И приехала сюда, в Казахстан, приехала Белашова, председатель Союза художников СССР. Серьезная женщина, скульптор, ее, естественно, там Алмата, а вторая, в общем-то, тогда была Караганда, город, где что-то такое было, вот что-то похожее на какую-то художественную организацию. Она приехала, к ее приезду, естественно, наши художники молодые еще тогда, боже мой, такие веселые, так посмотришь на фотографии, радостные, счастливые, все праздники вместе, все дни рождения вместе. Кто-то там купил пианино из Москвы, аж привезли, и вот они устраивают большой праздник. То есть это было очень какое-то такое, очень энергичное какое-то, очень такое веселое, радостное время. И вот показали, они сделали выставку, восемь художников, которые считали себя профессионалами, выставили эти работы, и, значит, Белашову сюда привезли, она посмотрела на уровень произведения наших художников. В основном это были пейзажи и портреты, и первые такие вот картины, посвященные шахтерам. Сейчас бы они смотрелись очень наивными, но они были очень искренними и с большой любовью сделанные. И она сказала, что, в общем-то, надо открывать отделение в Караганде, хотя по уставу Союза художников СССР для открытия отделения нужно было хотя бы десять человек. У нас было восемь. Она сказала, ничего, открываем. И вот 24 декабря пришел из Москвы приказ, и провели первое заседание правления. Три человека, представители правления Крылов, затем члены правления Андреюк и Реченский. При этом было очень много выставок. И не просто выставок, вот так сказать, в стационарном зале. Уже в 64-м году переехал Союз художников на проспект Советский 33, там, где был очень долго выставочный зал. Это напротив дворца Горняков. Достаточно трудные годы-то вот так вот. Люди не жили шикарно, но все залы забитые. Сильно это было все интересно людям. Потом много делали художники еще выставок на шахтах. Я сейчас помню, в нарядной шахте, значит, после смены выходили они, значит, встречались с художниками. А потом уже шли, так сказать, уже там на умывание, там еще на что-то и домой ехать. Им это не казалось, какой там узой, все. Мы очень много выезжали в сельские местности, потому что в каждом селе было обязательно какой-нибудь дом культуры, дворец, культура, что-то такое место, где вот эта вот самая культура-то пульсировала активно. Делали очень много выставок, очень много ездили. Ездили по Казахстану, ездили по городам Средней Азии, ездили много по области, лазали по всем производствам, какие здесь только были. Вот у Антоненко сохранились акварели, где и работы маслом, где еще фундаменты первой домной казахстанской магнитки. Вы представляете? То есть это исторические документы. Писали вот эти вот, так называемый, этот копай-город. Писали эти терриконы. Потом в 73-м году собрались 13 бригад, создали, спустились в шахты. Для того, чтобы ближе быть к народу, чтобы понять этот народ, понять, собственно, производство, понять эти вот условия. И, как рассказывают художники, подземлю это страшно. Где-то в конце 50-х годов стали уезжать репрессированные художники. Но они оставили здесь вот это вот какое-то удивительное, передали своим ученикам и своим творчеством тоже. Эту вот энергию, тоже, знаете, энергию свободы, духа свободы. Что внутри человек, даже если он где-то сидит, он все равно свободен. И это очень важно. И они передали стремление к познанию. Я думаю, что она до сих пор сохранилась. И она отличает Караганду от всех остальных городов Казахстана. Эта вот стойкость, потому что мы не поддадимся никаким бедам. Мы преодолеем все препятствия, и мы всегда будем стремиться к победе. К победе не столько физической, сколько духовной победе. Сегодня коллектив насчитывает около 60 членов Союза художников Республики Казахстан. Как крупный коллектив профессионалов, организация проводит выставки в разных городах страны, групповые и персональные, различного рода конкурсы, пленерную работу на этюдах. Художники Караганды представляют свои произведения на престижных международных, зарубежных, республиканских художественных выставках, где всегда отмечается их высокий профессиональный уровень. Традиционно в Караганде больше всего развита живопись, где создаются произведения, рассматривающие проблему духовного восстановления человечества, картины из истории казахского народа, истории и современной жизни города. Значительный вплак внести карагандинцу в развитие монументального искусства Казахстана. Особое место в творчестве карагандинских художников занимает монументальная субъекта. Скульптура, чьи произведения украсили многие города Казахстана и стран СНГ.